Шоу «Пацанки» впервые вышло в 2016 году на телеканале «Пятница». Проект моментально стал рейтинговым, людям понравилось смотреть, как запутавшихся в себе героин перевоспитывают в «Леди». Конечно, каждый сезон сопровождался новыми открытиями и скандалами. Но как только поколение «Пацанок» пропадало с экрана, про него забывали. Мы решили узнать, как сложилась жизнь самых ярких участниц. Юлия Ковалева, первый сезон. Юлия Ковалева, победительница первого сезона проекта «Пацанки», из-за травмы закончила спортивную карьеру и от горя пристрастилась к спиртному. В рамках шоу девушка взяла себя в руки. Тел карьеры у нее не сложилось, хотя Ковалева пробовала свои силы в школе «Ревизора». Вместо Юли запустила собственный бренд рубашек, создала свой курс по самопознанию и издала несколько книг на эту тему. Юлия Михайлова, седьмой сезон. Участница седьмой сезона не снимала платок, пряча под ним свою женственность. У Юлии Михайловой было трагичное прошлое, но другие участники и организаторы ей не поверили. Девушка вылетела из проекта и попала под шквал критики, все посчитали, что Михайлова пошла на «Пацанки» с выдуманной историей. Летом 2023 года Юлия Михайлова погибла, упав с 22 этажа. Ксения Милос, третий сезон. Ксения Милос прошла и начала карьеру на телеканале ТНТ. Девушка вела шоу «Ревизора», но в одночасье лишилась работы. По сообщениям СМИ, Милос якобы устроила поножовщину на вечеринке подруги. Ситуация разрешилась, но на съемки Ксению так и не позвали. Теперь она занимается организацией вечеринок, пишет стихи и сочиняет музыку. Анастасия Петрова, пятый сезон. Анастасия Петрова верила, что проблемы решаются только кулаками, но к концу съемок доказала, что изменилось. «Пацанки» помогли Петровой стать звездой. Ее тут же начали приглашать в другие шоу, например, «Последний герой». А еще у нее завязалось тесное знакомство с Димой Биланом. Также девушка стала моделью. В ее блоге много снимков с фотосессий. Анна Тихая, шестой сезон. Анна Тихая заслужила статус самой опасной участницы шоу. Девушка оказалась в центре скандала с первых дней съемок, но ей дали второй шанс ради ребенка. В 2022 году стало известно, что Тихая перенесла инсульт. Восстановление шло тяжело, а после у телезвезды случился еще один приступ. Сейчас о жизни Ани мало что известно. В ее сетях акцент сделан на маленькую дочь. Кира Медведева, седьмой сезон. Кира Медведева после победы в «Пацанках» сделала то, что хотела. Денежный приз отдала бабушке и дедушке. Девушка здорово помогла родственникам, но сама заработала депрессию. Кира не знала, как сложится жизнь вне проекта. Спасением для нее стал блог. Также Медведева раскрыла свой актерский потенциал и сыграла в сериале «Новенькие». Татьяна Буре, второй сезон. После победы во второй сезоне Татьяна Буре закончила обучение в ВУЗе и стала ведущей тревел-шоу «Пацанки за границей». Одна из самых красивых участниц отказалась от вредных привычек, но к женственному и мягкому образу не привыкла. Сразу после завершения съемок Буре вернула себе темпераментный стиль. Сейчас она – востребованный тату-мастер. Зарина Голубцова. Третий сезон. Зарина Голубцова пришла на проект, имея за плечами шесть судимостей и четырех отсидки. Схемки в «Пацанках» дались ей непросто, но зато и «Кутянка» смогла круто изменить свою жизнь. Голубцова занялась организацией вечеринок и подрабатывает светским спецкором, делая интервью со звездами с различных мероприятий. Анна Горохова. Третий сезон. Победительница третьей сезона растрогала телезрителей своей историей. Анна Горохова росла на улице, случайно связалась с плохой компанией и потерялась в алкоголе и веществах. После проекта ее жизнь стала лучше. Аня выпустила собственную книгу и попробовала себя в качестве ведущей, она работала на шоу «Клетка». Однако со временем интерес Гороховой к шоу-бизнесу утих, и она устроилась на работу в салон красоты.